Эпиграф. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья, только в уборную и сразу же возвращайся. Бродский. Есть, конечно, братья, рассуждающие о демократии. В этом режиме кажется все достижимо. И они стараются, на все обижаются. Мертвых выкапывают, сажают на трон и вскармливают, чтобы не подох. Их монолог. Нужно поддерживать странный итог. В глазах населения недоумение. Они понимают, что им кого-то кто-то сажает. Но от себя гордо скрывают. Рождают детей. Жить для людей. Живут для всякого, чтобы все одинаково. Жить стали лучше в навозной куче. Общество движется в будущее. Ясновидящие. Знают, как надо. Им рассказали. Точной дороги не показали. Верить заставили, но не оставили денег, имущества и просто чувства. Не для учебников. Для человейников. Чем отличается от муравейника? Самка рождает, ее охраняют. И муравейник вполне процветает. Только едя, на него наступают. Для насекомых удобоваримо. Так назовитесь, пожалуй, скотиной. Будет логично. И каждым с рождения будет известно. Рожден в ошейнике. Рядом кобылы, бараны и овцы. Ориентируйся на недоносков. Вместо узоров – вата, экземы. Вместо рассказов – правдивые схемы. Вдруг человек между ними рожден. Вроде как все, будет он убежден. Опыта нет. Так и будет он думать. Разницы нет. Между женою и мужем. Внешность совсем ничего не дает. Были прага – тут уж каждый поймет. Будто столетнего прошлого шарш. Будет понятен их дьявольский марш. Толпы несчастных, не зная зачем, хором бредут, чтоб остаться ни с чем. Вы думаете, какие-либо из слушаний, связанных с Файзо, будут проводиться с большей объективностью? Дай мне знать в чате. Ты так думаешь? Мы здесь, потому что мы хотим, чтобы Боинг преуспел, сказал он, добавив в отношении подразделения Боинг Макданал Дуглас. Самолеты Боинг в последнее время очень часто падают, чтобы вы знали. Потому что, как вы знаете, Боинг не просто производит самолеты, как попало, используя, казалось бы, экстраординарные методы, жевательную резинку, липкий пластик и оптимизм. И еще слюну. Слюну еще используют. Я приношу извинения за то горе, которое мы причинили. Ой, какое горе. Хорошенько подумайте. Действительно, хорошенько подумайте. Он извинился! Он извинился! Сохраняйте спокойствие, и я бы сказал, следите за собой. Следите за собой чрезвычайно внимательно. Единственная хорошая вещь в том, что производство Боинг настолько неумело, что они не просто производят самолеты. Конечно же, они также производят бомбы. Так что, может быть, некоторые из этих бомб покажутся ненадежными, и знаете ли, может быть, будет меньше мертвых детей. Но там был именно такой момент. Цукерберг обернулся, люди протянули руки, люди, смотрите, смотрите. И это... Извиняюсь, извиняюсь. Это всего лишь видимость правосудия. Сколько людей погибло, но он извинился. Да плевать на людей, правда? Плевать на них всех. Неужели кто-нибудь из вас представляет, что Боинг столкнется с реальностью? Такой великий человек извинился. Обалдеть, Коинг. Когда они сделают, как я предполагаю, довольно значительные пожертвования демократической партии. Неужели вы думаете, что лоббисты, которые размножаются и пульсируют по всему Вашингтону, округ Колумбия, не смогли смягчить какие-либо потенциальные негативные последствия? Неужели вы думаете, что такой крупный партнер, как Боинг, действительно понесет серьезные юридические санкции? Нет, конечно. Приведет ли это к чему-то другому, кроме как к легкому штрафу и продолжению обычного бизнеса? И мы знаем, что означает... Они даже парашютов не делают в самолетах. Это же о чем-то говорит. Доплевать на вас, упадете, мы прибыль получим больше. А пока вы не упали, мы будем качать деньги. Я приношу извинения за ту горе, которую мы причинили. Я хочу, чтобы вы знали, что мы полностью преисполнены решимостью в память работать и сосредоточиться на безопасности. Полностью? Полностью решимый, извиниться. В 2020 году, после двух авиакатастроф самолетов МЭКС, в Индонезии, в 2018 году и в Эфиопии год спустя... Они даже не делали никогда парашютов. Министерство юстиции США рассматривает вопрос, по впечатлению, что пару летчиков имеют парашют. Будем ли мы преследовать Боинг в судебном порядке, или может быть, я знаю, это без внимания. Позвольте мне поговорить с многочисленными лоббистами, с которыми у меня близкие отношения. Хорошо, что билеты на самолет стоят грошей, правда? За гроши можно и без парашюта летать. Почему бы нет, особенно когда Боинг-Бабы? Мне очень жаль. Фаучи предстанет, конечно. А он ничего не делал, но если сделал, извиниться. Фаучи извинить. Раздействовать с глубокой озабоченностью и сочувствием к родителям и родственникам жертвы. Или мы так и будем страдать от бессмысленных... Так и будем страдать. И так и будут извиняться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!